Провалиться сквозь землю. Это заклятие реализуется в полной мере. Не в сказках, на наших дорогах. В Киеве нет ни одного района, где за последние три года не разверзлась бы твердь под ногами пешеходов или под колесами автомобилей. Как не уйти под землю, Алла Матюшок. Киев 2013. Земля уходит из-под ног. Люди и машины проваливаются. Канализация трещит по швам. Вот у дома в центре города целое озеро. Я не могу прийти в себя. Я живу в этом доме. Я не знаю, сегодня тут поставил машину, а утром она может пойти под эту самую подземную. Тробы, это все надо менять. Боятся и в Киев водоканале, но не разъяренных жителей и не местных властей. Я точно так же, как и вы, езжу на машине, точно так же хожу по этому городу и точно так же переживаю каждый раз, чтобы, не дай бог, что-то не случился, какой-то провал на дороге. Работы не ведутся из-за того, что нет финансирования. Чаще всего обвалы происходят по вине не фекальной, а ливневой канализации, уточняет в Киев водоканале. А за эти трубы отвечает уже Киев Автодор. Была идея купить или арендовать георадар с очень звучным названием ВИИ. Прибор, как и гоголевский персонаж, может видеть под землей на глубине до 8 метров. Георадар стоит около 115 тысяч гривен. Столько же и ремонт пяти провалов. Киев Автодор якобы даже собирался брать прибор в аренду. Их тут же высмеяли в интернете и дорожники передумали. Не хотят новой волны анекдота во себе. Прислали нам письмо с ответом, мол, разные исследования показали, ни покупать, ни арендовать невыгодно. Трубы просто надо менять. 15 лет государство на это не выделяло ни копейки. А ремонт забирает больше средств, которые чаще всего разворовываются. Денег нет ни на замену коммуникации, ни на исследование потенциальных мест провалов. Находят средства лишь на латание дыр. Где провалится асфальт в следующий раз, неизвестно. А это может произойти и у Верховной Рады. Алла Матюшок, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер.